С каждым ребёнком по полчаса. Мальчишки и девчонки могут крутиться у зеркала хоть целый день, перемерив при этом десятки костюмов. В новогодние дни в этой квартире бэби-бум. Ребята перевоплощаются в любимых сказочных героев. У нас в школе будет карнавал. Я выбрал костюм Кошея, потому что я хочу быть не одинаковой, а страшнее их. Мне понравилось. Я приду в следующем году. Первые костюмы Назира начала изобретать ещё в юности. На ручной машинке, подаренной мамой, шились первые снежинки. Познав азы швейного мастерства, Назира стала принимать заказы. К Новому году шила для маленьких родственников и соседей. В ход шла марля, тюль, занавески и старые платья. Сегодня, как и много лет назад, всё на той же машинке Назира Маноновна воплощает любые фантазии. Раньше крахмалили марлю и шили платья. Украшали их гирлянами. А зайчиков и медвежат делали из ситца. Теперь работают с другими материалами. Это в основном велюровые ткани. Лесные звери – персонажи мультфильмов, супергерои, клоуны. В небольшой комнате негде развернуться. Наряды на вешалках, на полу коробки с головными уборами. Назира Маноновна до сих пор хранит костюмы давно забытых персонажей. Жалко выкидывать то, что когда-то приносило радость. В конце 80-х открыли с мужем фирму. Решили шить новогодний костюм. Пошли заказы. У нас стали спрашивать костюмы Деда Мороза, Снегурочки. В то время специализированных прокатов не было. С тех пор и шью. Уже более 200 детских костюмов накопилось. Я их каждый год реставрирую, но не выбрасываю. Прокатываю Деда Мороза, Снегурочка. Энциклопедии, старинные вырезки и журналов и все на одну тему – карнавальные костюмы. Изучая выкройки, она сама создавала полноценный костюм. От головного убора до обуви. Теперь на помощь приходит интернет. Из него Назира черпает информацию о современных кумирах. Человек-паук, Бэтмен, Шрек и множество других. Их дети просто обожают. Но их очень трудно делать. Если ребенок увидит, что костюм не похож на оригинал, он его не наденет. К тому же, Человеку-пауку обязательно нужно приделать мускулы на груди, на ногах и руках. А это непросто. При помощи разноцветных бус и камней наряд обретает законченный вид. Вместе с сестрой Назира обсуждает каждый завиток или снежинку, которую предстоит вышить. Подготовка к сезону новогодних карнавалов длится круглый год. И все равно не хватает времени, чтобы обшить всех снегурочек, снежинок и Дедов Морозов. И все-таки, которые сделаны своими руками, все равно лучше, чем те, которые в продаже. Дети целый месяц разучивали стишки, а мамы и папы разыскивали костюмы. Новогодний утренник в детском саду – событие яркое. Девочка в костюме королевы целый день будет чувствовать себя на высоте. А если нарядится снежинкой, то станет легкой и воздушной. Всем хорошо от того, что ребенок радостный, смеется, улыбается. И кажется, что на следующий год все обязательно у всех будет хорошо. Магазины и рынки Худжанда заполнены разнообразными новогодними нарядами. Но костюмы Назиры помогают малышу попасть в настоящую сказку. Перевоплотиться в лихого гусара, отважного мушкетера или благородного рыцаря. Детские улыбки и благодарность родителей помогают мастеру жить в мире детства. Да и какой же праздник без главного героя? Наряды могут найти здесь и Дед Мороз, и Снегурочка. Несколько минут на переодевании и в путь. Ведь малыши ждут чудо. КОНЕЦ